Третий доклад мой, совместно с выполненным докладом с Максимом Кузнецовым, моим эсперантом, математическому и двигателю на экологию. Я постараюсь уложиться во времени, хотя тоже многое отличное. Начнем с небольшого биологического введения. В принципе, развитие онкологических заболеваний, концепция развития менялась со временем достаточно сильно. Начиналось здесь балансы жидкостей, через травму, сейчас мы дошли до наличия онкогенов и генов супрессоров. Тем не менее, если причины, которые вызывают рак, на самом деле, скорее всего, множественны, если нет единого пути, то при описании онкологического заболевания раковой клетки набор свойств, которые наблюдается, достаточно хорошо определен. Здесь фактически мы имеем 10 признаков, но если говорить, то ключевое свойство – это неограниченное отделение, для этого у нас есть неограниченный рост, то есть это избегание супрессоров клеточного роста, избегание апоптоза, то есть опухолевые клетки – это клетки, которые, невзирая на сигналы организма, при наличии достаточного уровня питательных веществ, неограниченно делятся. Значит, ключевое слово «при наличии достаточного количества питательных веществ». Значит, если клетка испытывает недостаток питательных веществ, она уходит в некроз, тем не менее, у опухоли есть механизм стимулирования притока питательных веществ, это опухоль ассоциированная с ангиогенезом. То есть что происходит? На начальном этапе, когда количество клеток опухоли небелепо, хватает питательных веществ, глюкозы, кислорода и прочее, мы наблюдаем эксперименциальный рост. В чашке Петри, в экспериментах Элитра хорошо этот процесс определенный, видно время удвоения и эксперименциальное начальное возроство. В ткани, в процессе своего роста, опухоль разрушает капилляры, и в конечном итоге образуется сирический объект, который хорошо описывается многоклечными опухолями сироидами, где живые клетки активно-плеферирующие находятся на границе, где как раз и располагаются сосуды, а внутри такого образования наблюдается некроз, то есть там нет ни капилляров, через которых происходит приток веществ, ни живых клеток. Причем размер такого образования в ткани не может наблюдаться уже при размерах нескольких миллиметров, 3-5 миллиметров. Значит, в этот момент клетки внутри опухоли, которым не хватает видальных веществ, стимулируют ангиогенез, так называемый опухоли-социированной веществ, то есть рост дополнительных капилляров вокруг опухоли. То есть внутри опухоли клетки разрушают капилляры, при этом одновременно выпуская медиаторы, один из которых это BGF, факт роста эндотелия сосудов, который стимулирует рост капилляров на периферии. То есть таким образом мы получаем объект, который внутри питательного притока веществ нет, а снаружи приток веществ активный. Это на самом деле очень важно, потому что если мы будем говорить, например, об экспериментальных исследованиях, то в таком объекте, который находится еще и в ткани живой, замерить концентрацию в конкретной точке и сказать, что концентрация чего-то в опухоли равна какой-то величине, это без указания, где конкретно у нас произошло зондирование, неумоверно сложно. В большинстве случаев мы имеем какие-то усредненные параметры по объекту. И естественно, если у нас опухоли будет большая, и некроз будет большой, а доля живых клеток на границе будет маленькой, мы будем видеть одну картину, а для маленьких опухоли, где наоборот, некроз маленький, мы будем видеть другую картину. То есть это действительно интересный эффект. Значит, интересно, что интенсивность производства факторов роста эндотелия сосудов настолько высокая, что капилляры, которые много сформированы, не успевают прийти к нормальному состоянию. То есть они сильно отличаются от предсуществующих. Они более толстые, у них мало перицитов и большие коры в стенках, что обеспечивает активный приток крупных молекул опухоли. Значит, в конце прошлого тысячелетия или века была предложена антиангенная терапия, новый тип терапии. Идея была такая, мы не убиваем клеток опухоли, мы блокируем ангиогенез, тогда приток веществ уменьшится, и мы либо замедлим скорость роста опухоли, либо полностью заблокируем. Это была такая глупая мечта. Тем не менее, экспериментальные исследования показали, что, в общем, замедляет, но не останавливает. Поэтому сейчас этот тип терапии используется одновременно с классической химиотерапией, направленной на убийство клеток, или с родной терапией, тоже, которая направлена на убийство клеток. И в этом смысле, когда мы имеем два разных воздействия, математическое манулирование может позволить предсказать, как эти воздействия будут накладывать друг другу, какие протоколы этих двух терапий надо использовать, для того, чтобы получить максимальный эффект. Это фактически тоже будет качественное исследование, потому что это даже не молекулы, клетки, которые для каждого пациента зависят от его состояния, геномы фенотипического состояния, возраста. То есть это все действительно можно получить только качественные результаты. Это сразу надо признать. Значит, какие подходы здесь можно использовать? Значит, ну вот классический медик использует физическую обработку, но в данном случае нужно использовать математическое моделирование, потому что, несмотря на то, что параметры таких моделей слабо могут варьироваться в широком диапазоне, тем не менее при наличии качественных эффектов можно получить интересные подсказательные результаты. Значит, какие модели используются активно при моделировании обработки? Первоначально получились модели на основе обыкновенных дифференциальных уравнений, которые описывают изменение количества клеток опухоли или ее объема. Значит, сейчас активно разливаются это и скветные модели, в основном на клеточных автоматах. Такие модели позволяют хорошо описать поведение клеток опухоли, миграцию и так далее, но при этом возникает проблема в том, что в кубическом сентименте опухоли мы имеем порядка 10-8-10-9 лет. Для клеточных автоматов, даже если мы возьмем миллион таких, что, в общем-то, почти предел сейчас для расчетов, мы имеем только кубический миллиметр ткани, что, в общем-то, неинтересно. Значит, и вот развиваются сейчас пространственно распределенные модели, которые пытаются учитывать структуру опухоли, распределение веществ тканей, но там тоже проблема, потому что действительно такие модели содержат большое число параметров, при этом, в отличие от молекулярных моделей, тут даже нельзя сказать, что можно эти параметры сколько-нибудь надежно верифицировать, как источник судьбы параметров. Значит, для таких, для моделей, которые учитывают пространственную структуру, распределенных моделей, очень важно учесть разнообразные физиологические процессы, которые сопровождаются ростом мозга. Ну, давайте посмотрим все это, как это работает на примере комбинированной терапии антианалкемной и классической химиотерапии. Классическая химиотерапия направлена на убийство к кафе-тищевых клеток. Казалось бы, все хорошо, но у нас в организме, кроме опухолевых клеток, которые мы видим, есть еще достаточно много нормальных клеток, которые тоже делятся, и поэтому побочные эффекты оказываются настолько серьезными, что очень редко удается с помощью классической химиотерапии не купировать опухоли, а именно полностью ее уничтожить. Если мы возьмем комбинацию химиотерапии классической и антиангенной, что у нас происходит? Значит, антиангенная терапия уменьшает, то есть она нормализует капилляры, уменьшает их число, что подавляет химиотерапию, потому что приток препарата к опухоли уменьшается. То же самое, поскольку целью антиангенной терапии являются профилирующие клетки, а антиангенная терапия уменьшает их число, то фактически клетка перестает, опухолевая клетка замедляется, то есть не профилирует, и в этот момент приходят химиотерапии, то есть эффективность падает. В свою очередь антиангенная терапия на начальном этапе может увеличивать перфузию, но это тоже временный эффект. Одновременно с этим классическая химиотерапия тоже обладает антиангененным действием. Все банально, для того, чтобы появились новые капилляры, латериальные клетки должны поделиться, и если в этот момент у нас проходит курс химиотерапии, то эти клетки просто дегут. То есть фактически классические химиотерапевтические препараты обладают и антиангеновым действием. Значит, ну вот давайте попробуем построить некую модель, которая позволит вам предсказать действие двух таких препаратов. Значит, что мы имеем? Опухолевые клетки могут делиться, если не хватает питательных веществ, в данном случае мы рассматриваем глюкозу, они переходят в состояние покоя. В этом состоянии клетка мало чувствительна к классической химиотерапии, но еще не гибнет. В дальнейшем, если клетка не получает питательных веществ, она некротизируется. То же самое происходит и с нормальными клетками организма, где происходит рост опухоли. Значит, вот здесь у нас есть некроз. Что важно? Вот это, если мы посмотрим, это глиома, съемки глиомы до радиотерапии и после. Вот здесь это фактически размер опухоли. Ее радиус, который очерчивается по томограмме, значит, видно, что после терапии происходит уменьшение радиуса. Это означает, что если мы хотим, чтобы наша модель была востребована со стороны медиков, нам каким-то образом нужно описать возможность уменьшения размеров. Если мы будем следить только за клетками опухоли, то количество их уменьшится, а радиус там может стать... То есть эмоционально-дисказионная модель Мадель Фишера, которая активно используется для этого, при этом радиус опухоли при терапии не уменьшится. Уменьшится общее число, а радиус останется тем. Поэтому вот тут мы ввели в рассмотрение интерстициальной жидкости. То есть у нас есть два источника возникновения жидкости в опухоли. Первое, это при гибели клеток у нас происходит развал, выходит клеточная жидкость и остатки клеток. Плюс за счет того, что новые капиллярные диагены обладают высокой проницаемостью, фактически плазма крови оказывается в ткани окружающей опухоли. То есть вокруг опухоли много капилляров, много дырявых капилляров, и из этих капилляров в ткань попадает много плазма. Таким образом, действительно, при росте опухоли наблюдается отек. Интересный эффект, что при монотерапии антиангенной, когда происходит нормализация капилляров, отек в ткани окружающей опухоли пропадает. То есть действительно, это такой эффект, связанный с этим капилляром. Значит, мы некроз рассматриваем в двух частях, то есть у нас есть интерсоциальная жительность и остатки клеток. То есть в случае гибели у нас часть превращается в герочные остатки, а часть становится интерсоциальной жидкостью. Плюс мы учитываем тридокность интерсоциальной жидкости из капилляров, которые на самом деле возникают активно в случае, если у нас капилляры ангиогенные, то есть в большей форме. Нормальный капилляр, ненормальный капилляр, в этот процесс не важен. Оттоп у нас происходит через лимфатическую систему. То есть оттоп жидкости из ткани у нас происходит через лимфатическую систему. Начнем мы считываем два типа подвижности. Это случайная подвижность клеток опухоли и конвективная подвижность, когда у нас в плотной ткани происходит деление, увеличение МАК, объема клетки, происходит расталкивание тканей и происходит рост за счет конвективных потоков, которые возникают в плотном нежелаемой ткани. Значит, вот два типа капилляров. Это нормальные капилляры, это ангиогенные капилляры. Если у нас, значит, вот, нормальный ангиогенез, это когда у нас В, это фактор роста эндотелия сосудов, если у нас много ВЖФ, то, соответственно, идет активный рост капилляров ангиогенных и переход нормальный в это состояние, значит, то же самое, вот, приток глюкозы, который происходит в ткани, значит, производство ВЖФ-ов ветками, которые испытывают метаболический стресс, то есть, ухватки питательных веществ, ну, и, соответственно, приток антиангенного препарата. В данном случае первый препарат аборстинный илевоцизума. И плюс мы добавляем в нашу модель классический цитотоксический препарат. В данном случае подбирались параметры для дисплотина, причем здесь мы учитываем, который самокод цисплотина, его комплексы с белками, то есть 90 с лишним процентов цисплотина находится в связанной с белками форме, они не активны, но при этом быстро может переходить в обратную фазу. Почему это важно? Потому что цисплотин – это маленькая молекула, которая легко проходит как через нормальные капилляры, так и через антиангиогенные, тогда как комплекс цисплотина с белком, размер его характерен с белками типа альбумина, и через нормальные капилляры этого притока практически нет, тогда как через антиогенные капилляры с крупными корнями этот приток на несколько порядков больше. Значит, ну вот как выглядит ситуация, значит, идея достаточно простая. Мы сравниваем две схемы. В одном случае, как сейчас происходит в клинике, одновременно вводится и антиангенный препарат, и цитотоксический препарат. И вторая схема, то есть классическая схема – 6 введений цитотоксического препарата параллельно с антиангиогеном. И вторая схема, когда вначале мы вводим цитотоксический препарат, 6 курсов, и вместе с последним введением цитотоксического препарата мы начинаем вводить антиангиогензу. Посмотрим, есть ли какие-то... То есть вот мы имеем различный рост, это нормальное состояние. И тут вот у нас это рост свободный до терапии. Вот началась терапия. В одном случае мы имеем совмещенный терапию. То есть у нас красная схема, зеленая. Две различные схемы. Соответственно, шесть сведений, которые приводят к последовательной гибели и уменьшению числа клеток. Мы рассматриваем не крупную опухоль, то есть это порядка по количеству клеток и по размеру опухоль порядка 10 мм. Это в радиусе. То есть зеленая схема – это новая схема, красная – существующая. Как видно, в какой-то момент зеленая схема оказывается гораздо более эффективной, но тем не менее потом вот играет. Если мы смотрим на число клеток, то новая схема оказывается эффективнее. На самом деле тут надо смотреть на разницу при одном размере, либо по числу клеток, либо по радиусу. Значит, эффективность небольшая. Она регулярно, наглядается в широком диапазоне параметров, но разница составляет порядка от 30 до 80 дней в суток. В принципе, это на масштабах не очень большие числа. Но тем не менее для пациента это дополнительные 1-2 месяца до следующего курса. Это дополнительное время возможности восстановиться. В случае, когда мы имеем опухоль, которая не может быть удалена. Все это говорится для случая, когда мы имеем неоперативную опухоль. Когда мы говорим, то есть после операции у нас структура опухоли разрушена. Это происходит. Клетки опухоли распределены в камень. Достаточно равномерно. Это диссеминация в случае операции. Здесь же мы говорим либо о палеоактивной терапии, когда удаление опухоли вообще невозможно, либо о нейрохиванкой терапии. Это предоперационная терапия. Она бывает в тех случаях, когда опухоль крупного размера и для того, чтобы вырезать меньше объем ткани, перед операцией проводится 4-6 курсов химиотерапии, для того, чтобы размер опухоли уменьшился, и при операции вырезался в меньший объем ткани. Вот в данном случае использование такого подхода, что вначале химиотерапия, а потом буквально 1-2 курса антиангены может дать лучший результат в сравнении с классическим подходом. Значит, и я пропущу это, и теперь пород, у меня есть 5 минут, рассказать о второй возможности. Это комбинация антиангенной терапии и радиотерапии. Тут наиболее важный эффект, который был обнаружен в экспериментах, наиболее интересный, что после начала антиангенной терапии в течение приблизительно первой недели наблюдается резкий рост концентрации гисмородов. Это очень притягательно для медиков, потому что именно концентрация кислорода является важным фактором, от чего зависит чувствительность и эффективность радиотерапии. То есть при увеличении концентрации кислорода эффективность радиотерапии растет фактически линейно в данном области, то есть при низких концентрациях. Таким образом, действительно, были проведены эксперименты, в которых и наблюдались вот это увеличение пик окно-нормализации уровня кислорода, и одновременно в этот момент давалась доля дозы отлучения, что приводило к хорошему эффекту. Это достаточно очевидно, потому что у нас концентрация выросла, концентрация, то есть эффективность зависит от концентрации кислорода, больше это купили, больше эффект. Есть проблема, потому что далеко от классической радиотерапии, она протяженная во времени. Протяженная во времени, это обычно 30 курсов, по 2 Грея, то есть это длительность такой терапии на самом деле там 45 дней порядка. То есть окно-нормализации наблюдается только на начальном этапе. Поэтому в данном случае посмотрели, насколько оправданно совместное применение антиангенной терапии и радиотерапии. В модели был включен дополнительный кислород, потому что он является ключевым фактором для этого. Модель позволяет описывать восстановление окна-нормализации, и что мы наблюдаем. Вот сравнение монотерапии, монорадиотерапии и радиотерапии совместно с антиангеном. Значит, вот действительно начальная фаза роста. Значит, начинается вот у нас цвет не очень удачный здесь получился. То есть у нас голубая – это монотерапия, и фиолетовая – это совмещенная с радиотерапией. Значит, что оказалось? Значит, два случая, когда у нас эффективность радиотерапии высокая и низкая, оказалось, что эффекты вот совершенно отличные. Если у нас эффективность радиотерапии низкая, то монотерапия оказывается хуже, чем совместная терапия, а если наоборот радиотерапия оказывается достаточно эффективной, то добавление антиангенового препарата ухудшает прогноз. И это даже при том, что мы в нашей модели не учитывали тот факт, что нужно выводить после радиотерапии, и нужно выводить остатки. То есть в данной модели интерфициальная жидкость не учитывалась. А это тоже очень важно, потому что после радиотерапии травмирования организма является одним из побочных эффектов. То есть антиангеновая терапия будет препятствовать выводу веществ. То есть на самом деле результат нашего исследования показал, что использование антиангеновой терапии и фракционированной терапии против радиотерапии оказывается на самом деле неэффективны. Что в общем врачи опытным людям сейчас нащупывают. То есть есть протоколы, когда это используется, но в общем не популярны с врачами. Ну и напоследок я скажу, что такой подход, например, в частности, вот сейчас мы пытаемся развивать модель, позволяет, вот у нас есть фракционированная терапия, 2 Агрея, 30 введений, и мы пытаемся оптимизировать. Тут, к сожалению, первые пристрелочные результаты не введены от уменьшения на максимальную дозу. Но вот что происходит? Мы пытаемся нащупать возможности изменения фракционированной терапии, то есть использовать неравномерное фракционирование. То есть это вот некая оптимизационная процедура, достаточно простая. мы уменьшаем или увеличиваем одну из фракций, соответственно, то есть увеличиваем фракцию, соответственно, уменьшая все остальные. То есть суммарно это тоже остается постоянной, одна фракция увеличивается. Соответственно, строим эффект оптимизационный, который приводит к улучшению ситуации. Ну вот такие вот исследования мы сейчас пытаемся посмотреть. Понятно, что тут нужно ловить качественные результаты. Например, вначале давать по три грея, потом перерыв. То есть мы хотим получить качественную картину. Мне вот конкретно для набора параметок, если будет тенденции, это хороший результат. В противном случае эти результаты ну как бы останутся в корзине и медиками не будут востребованы. Все, спасибо за внимание. А в последнем случае не учитывалось ангриогенет, это просто оптимизация по дозу. Значит, это будет то есть фактически и так, и так делается. Но это идет оптимизация по дозу. Пока что, просто по дозу. Ну вот первый результат, который мы пытаемся сейчас принести до медиков, это вот в Огненске центр. Значит, это вот действительно интересный результат, что ангриогенетерапию начинать после химиотерапии. Вот это качественный результат. Он на самом деле действительно может как это казалось бы его эффективность то есть коллеги все в морекулярной биологии все ищут маркеры, которые бы позволили найти кюрефокансер. То есть препарат, который излечен у рака какой-нибудь онкомаркер, который был бы универсальный для всех типов оптимизации. Тем не менее, за исключением буквально нескольких типов таких маркеров не находится. Поэтому сейчас идет разговор в использовании комплексном использовании различных методов лечения. И вот здесь как раз эффекты будут, но они будут некачественные. Это будут десятки процентов продления жизни на месяц-два. Вот на это мы нацелены, но с учетом количества пациентов и значимость заболевания это будет глупо языка. Да? Скорее, важно, здесь мы учитывали гидрогенность, конечно, зоны всей. Гидрогенность клеток. Клеток по состоянию метаболизма, который... есть модель очень много, в которой, скажем, ты полный клеток моделирует всю опухоль. Но здесь самое интересное вот этот вот момент, допустим, химиотерапии токсические, да, вещества, они, как правило, не в зарядке. А с кислородным и с метаболизмом связаны потенциалы полных, то есть полных клеток. То есть разные слои будут иметь разные потенциалы, потому что, я вам говорю, метахондрия, очень недоступны скидом и гражданами. Поэтому, может быть, здесь вообще надо делать химиотерапию еще раз, только другим препаратом, то есть комбинированным. Значит, Когда доступность к разным зонам. Значит, доступность разной зоны мы учитываем. По концентрации кислорода мы учитываем три типа, мы учитываем два типа клеток. В принципе, можно... Сейчас мы рассматриваем возможность вообще учитывать все фазы клетчатого цикла, потому что чувствительность, например, для радиотерапии достаточно хорошо излучена в зависимости от фазы клетчатого цикла. Это такой подход возможен. Вопрос, что мы ловить будем? Но, действительно, вопрос использования комбинаций различных, он действительно интересен, но для этого действительно нужно учитывать, понять, какую клетки опухоли гетерогенны по многим параметрам. И тут, когда мы говорим об учете гетерогенности, надо четко понимать, по какому параметру нас интересует гетерогенность. По потенциалам. Потому что химические вещества, которые так, цитостатические вещества, они имеют положительные такие продукты. И там это перераспределение совершенно разных потенциалов. Если на гликоле заработают клетки, то они, там потенциал гетерогенны, там дальше. Давайте мы обсудим это сейчас, давайте 5 минутный перерыв и пойдем. Я хотел сказать, что ты спросил, в свое время при радиотерапии суроков создалась сенсибилизация. То есть до основной дозы дают небольшую дозу, и там через несколько часов, в реальности даже делали математические модели на эту тему. Сейчас вот этот вопрос как-то обсуждается. Вы знаете, действительно, там есть некая зависимость от дозы, и для малых доз вначале есть высокая чувствительность гелета опухоли к начальной небольшой дозе. Вы знаете, эффект посчитали ничтожным по значимости. по крайней мере, вот таких особенностей может быть кто-то использует дополнительную тезу. Но, поскольку сейчас это вообще на самом деле надо понять, что это идет во многих случаях таким потоком, что пациент приходит, у него есть там определенное время, после чего все, там идет следующий. И возможность растянуть, то есть это уже на самом деле во многом завязано на управление стальным процессом лечения, а он как бы видимо посчитали недостаточно. То есть с точки зрения науки такой эффект есть, особенно на пед, эта чувствительность есть. А с точки зрения пациентов разве что в уникальных случаях гарантично за большие деньги. в уникальные в уникальные Продолжение следует...